книга открытым оком тема священства том 3 вопрос 944 можно ли сказать что отец михаил погиблов недавно обличивший владыку антония и за это запрещенные в служении был наказан несправедливо отвечает игнатий тихонович лапкин чтобы разобраться во всем так как меня очень многие об этом инциденте спрашивали я пошел к отцу николаю вайтовичу и он тут же на ксероксе снял мне копии обличительных воззваний листовок исходящих от погиблого я понял что он полностью на стороне новоалтайска после этого я несколько раз съездил новоалтайск поговорил со всеми священниками прихожанами отстоял несколько служб несколько раз встретился с епископом антонием думаю что обстановка самая заурядная местные священники решили восстать против епископских притязаний на их денежную добычу не поделили доход приход а роли заранее были распределены так выступает погибло фадалия по сценарию на выпад антония экспедицию за экспедиция слать в сенот и забрасывать барнаул и новоалтайск прокламациями против антония они понимали что если не сейчас то никогда он все подбирал к своим рукам они сошли смертельные схватки только из-за денег в это время у меня были многочисленные встречи с директорами представителями интеллигенции и симпатии всех были на стороне антония потому что он решил бороться как всегда московская патриархия остановись у тебя пуху не не сам выбрасываешь от тебя лука выпутает не на стороне отыгрыш на стороне тоже большая разница направление мозги в это время у меня были многочисленные встречи с директорами представителями интеллигенции и симпатии всех были не на стороне антония потому что он решил бороться как всегда московская патриархия идти напролом брать новоалтайский строящийся храм во имя георгия победоносца штурмом потому что запрещенные священники продолжали как ни в чем не бывало служить и открыто в кавычках благовествовать против антония в новоалтайске за храмовой оградой было круглосуточное дежурство жгли костры так еще раз в новоалтайске за храмовой оградой шло круглосуточной круглосуточное дежурство шли жгли костры в кавычках серый кардинал отец николай войтович как будто находился на стороне с антонием но волны его инструкции поддерживали серый кардинал отец николай войтович как будто находился в стороне с антонием но волны его инструкции поддерживали пучистов они мне рассказывали о том как были у архиепископа сергия солнечногорского и и как туда на ковер был вызван и антоний и что при них под запрет попало два епископа алтайский едва устоял и около двух часов на допросе там стоял на вытяжку епископ антоний массивич прирожденный авантюрист но здесь кусок оказался не по зубам и он едва не подавился это его сильно надломило и он не и он мне на это жаловался это и другая сторона спрашивала меня что же делать нам дальше не спрашивал только войтович я им советовал всем одинаково немедленно примиритесь как вы священники состоящие под запретом и продолжающие служить вопреки канонов вы просто обязаны склониться пред перед антонием ибо сего требует каноническое устройство церкви им это было нелегко выслушивать но они не прогнали меня и расспрашивали как это сделать в деталях вид антония был помятый и устал и я советовал ему простить их снять запрещение и уменьшить налоги скорее вернуть все в свое русло скажу не хвалясь что и те и другие прислушались к совету хотя об этом сегодня никто не знает и сами они будут это сегодня отрицать примирение было в покровском соборе а я стоял на улице и ждал была метель а я на улице молился за них аудиенция их чрезвычайно затянулась вдруг открывается железная центральная дверь покровского собора и новоалтайские священники и еще кто-то не просто бегом а как из катапульты выстрелены и вырвались и быстро один за другим сбегают вниз подбегают ко мне и как-то горячечно воспаленном выдыхают запрещение снято со всех хватает меня за руки и бегут к своим колесницам домой с победой вот таким заголовком на завтра вечерний на валтайска повестит в кавычках духа носных или подожди там вот не то под под ты не торопись здесь читать предлоги про простите хватает меня за руки и бегут к своим колесницам домой с победой под таким заголовком на завтра вечерний на валтайск оповестит в кавычках духа носных своих прихожан церковную капра новскую полноту она я читал эту статью заглавием победа то у меня перед глазами сразу же встал за индивил и лес и азартные охотники жердями поднявшие сомного медведя из берлоги и на самом выходе убитые ими распластанный жирный медведь победа буквально через минуту этими же дверями вышел антоний иван иванович масендич совершенно один ни одного послушника рядом тихо спустился по лестнице подошел ко мне и развел руками в стороны я так ничего и не понял кто у кого просил прощения они так быстро скрылись и вид у них был как у победителей простояв немного он опустил руки и я немного утешил так простите постояв немного он опустил руки я немного утешил его взял за руки доверьтесь богу все это пустое наплевать и забыть надо идти проповедовать христа народу в этом все он еще раз посмотрел на меня и смущенно улыбнулся позже в последнюю встречу уже в епархии такой же жалкой виновата затравленной улыбкой он опрокинул всех нас бывших там с ним вместе с нашим епископом ефтихием рпцз боюсь я их недавно было покушение на меня и нам стало страшно жалко его прости его господи и упокой в обителях небесных и жил то всего 41 год когда меня спрашивают кто из них прав я всегда отвечал и тогда и сейчас виноваты и те и другие не поделили деньги но ни те ни другие не проповедуют о христе воскресшим и во время и не во время и повсюду а те и другие мучаются с богослужением и мучают этим людей проворачивают никому не нужные требы и всюду извращения в таинствах и и тотальная ложь и и и и